Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Фредерик Гуделл, британский художник, родился в 1822 году, 17 марта. Был вторым сыном гравера Эдварда Гуделла. Художественное образование начал под руководством своего отца, известного гравюра по металлу. В 1836 году Фредерик получает медаль от Королевского общества искусств и вскоре премию от этого же общества за картину «Тело шахтера», найденного при свете факела. Я пользуюсь переводной википедией. В 1839 году одна из работ Гуделла «Французские солдаты, пьющие в трактире» участвует в выставке Королевской академии художеств. В конце 1840-х, в начале 1850-х годов художник предпринимает творческие поездки во Францию, Бельгию, Ирландию, Уэльс, где много рисует. В 1860-м путешествует по Италии, затем посещает Египет. Уведенная в экзотических странах, также получила тему для многих картин художника. Египетская тематика была особо представлена в его работах. Так, на выставке Королевской академии художеств Египту были посвящены более 170 его полотен. Гуделл был также замечательным аквареристом, членом Королевского общества художников-аквареристов. На его выставке в галерее этого общества в 1856 году были представлены 328 акварелей. Он выставлял работы в Королевской академии художеств 27 раз в период с 1838 по 1859 год. Женился на Анне Томпсон, дочери гравюра Джеймса Томпсона, в 1846 году. Среди их пятерых детей были художники Фредерик Тревельян и Говард Гуделл. После смерти Анны в 1869 году Гуделл женился на художнице Алисы Мэйд Терри. Это было в 1872 году. У них было двое детей. На момент смерти Фредерик Гуделл был бедным человеком, израсходовавшим все свое состояние. Умер художник 29 июля 1904 года. Вот так вкратце о британском художнике Фредерик Гуделл. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok